И почему ты еще не на стримах L.E. Play? Хорошо, тюрьма, уральские пельмени. Дальновидный губернатор, приходя к власти, первым делом строит хорошую тюрьму. Ты за чё сидишь? Да я вообще не за чё. Ха-ха, я тоже. Да ладно, чё, по одной статье идём. Получается так, я только с этими, с очагащающими. С гирями, что ли? Кегля, Гуля, замолкните, не побакланить нам. Здравствуйте, вас беспокоит и служба безопасности всех банков России. Меня зовут Всеволод Иванович Грефов. Чтобы предотвратить мошенническую операцию по вашей карте, мне нужны три цифры с оборота вашей карты. 3, 8, 4. Спасибо. Это же забыла. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а где у вас тут талончик можно взять? Или у вас живая очередь? Ты кто такой? Я клиент вашего банка. Просто произошло небольшое недоразумение. Мне позвонил сотрудник вашего банка, я с ним поговорил, у меня все денежки списались. Но я думаю, что вы разберетесь, у вас банк вон какой серьезный. У вас такая охрана, колючая проволочка, собачки, дверьки железные. Не переживай, разберемся. Кегля, займись им. Да-да-да-да-да-да-да-да, да-да, да-да-да, да-да-да, да, да-да-да, ваш визит очень важен для нас. Вас обслужит первый освободившийся сотрудник. Тогда у нас здесь все от пятнашки сидят, поэтому это не скоро. Это забавная шутка была. Да-да. Чё решать с ним будем? Чё надо, валить его, да и все. Слушай, это если валить, это же репутационные потери, там, как это? Да. А, сейчас всё решу. Давай. Слышь, ты, потерпевший, чё, кто тебе звонил, говоришь? Я разговаривал с Вадимом. С Вадимом? И где ты тут видишь Вадима? Ты Вадим? Нет. Может, ты Вадим? Я тоже не Вадим. Вадима нет. Это я, я знаю, что его нет. Это я его в озере утопил. Да. И он в самом конце меня к вам отправил. Да он гонит, вы чё? Как он Вадима мог утопить? Вадим, там рама два с половиной метра. Вы вспомните, мы кровать сдвигали, чтобы он сел. Мы камеры сдвигали, чтобы он лёг. А ещё он сказал, что передал письмо вашей матушке Шишканову Антонине Васильевне, шестьдесят седьмого года рождения, проживающий в селе Матрёшкино Рязанской области. И чё? И чё там ещё Вадим передавал? Он сказал, буль-буль-буль, Шиша, буль-буль-буль, главный, буль-буль-буль. А я смотрю, у вас на бейджике как раз Шиша написано. Значит, вы Шишканов, Данила Васильевич. Ну, это как ты-то, ну, в смысле, вы попали к нам сюда. Ой, там интересная история. Значит, когда произошёл этот досадный скуш, смеётся, но забавный момент есть. Снятием средств я участкового вызвал, но он сказал, что ничем помочь не сможет. Ну, в итоге помог чем смог. За нанесение тяжких телесных сотрудников при исполнении меня, значит, осудили и этапировали. Ой, а там целый каскад приключений. Я, значит, на общем режиме вас не нашёл. Я этому охраннику, значит, его пырнул. Опергруппу в туалете запер, а переговорщику я кадык вырвал. И вот я здесь. А, 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 а много у вас списали? Три семьсот. Вы что, за три семьсот человеку кадык выгрызли? Ну что, я ж не зверь какой-то. Там просто пение ещё накапали. Получилось три семьсот двадцать три. Да, тридцать копеек, это если быть точным. Я просто принципиальный. Мама считает, что я в бабушку. Ещё бабушка говорила. Один раз прогнёшься, всю жизнь, может, терпила, но чё? Забавно. Вот так вот бабушка говорила. Кегля. Да? Дай ему денег. Иди дай. Иди дай. Да, 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 да. Да не павлинься ты. Не, не, можно мне на карточку, пожалуйста? Говорите три цифры с оборота карты. Кегля. Ой, ну, извиняюсь. Всё, вот, перевёл, перевёл. О, по-моему, пришли. Сейчас я проверю. А, да, всё в порядке. Спасибо большое. Да извините, до свидания. До свидания. Ой, я же чуть не забыл. Вы знаете, мы с женой посовещались. У вас же банк очень надёжный. Мы хотим в вашем банке ипотеку взять. Да. Я вот, кстати, документики вот все собрал. Пожалуйста. Ой, держите. Заточка выпала. Она у меня всё время выпадывает. Она просто острая. Видимо, пакетик прорезает и всё. И вываливается. Скажите, пожалуйста, уважаемые, а долго одобрение? Так это... Одобрена вам ипотека. Всё. Кегля, выдай сообщика, пожалуйста. Да вы что? Да, да, документы. Я бы ни за что, честно говоря, не согласился бы на ипотеку. Но ваша программа вот эта вот доступное жульё. Браво! Браво! И сейчас купила, блядь, ещё. И условия-то у вас такие. Ой. Как такие? Первые пять лет платишь ты, а потом... А потом? А потом ты. Я? Да. Ну что, договорились? По рукам? По... По рукам. На! Тебе пожаромили по почту выбирать. Тихо, 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 тихо. Тебе пожаромили по почту. Тихо. Блядь. Рэ, СЖЛ. Пожаромили по почту. Ага. Ой, это у меня телефончик, извините. Это было немного Кришова, кстати. Супруга звонит. Тихо, сказал! Алло. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, дозаинька. Да, всё, ипотеку взял. Кто звонил? По наследству тебе. А куда подъехать нужно? Ага, запоминаю. Колония для пожизненно осужденных и чёрный пингвин. Всё, запомнил. Выезжаю. Так, для пожизненно осужденных это же где-то... Это троих надо завалить, да? Молодые люди, можно вас на минуту чуть-чуть? Ну вот опять же, местами окей, в конце опять кринжа какая-то. Вот второй раз смотрим, как будто они заканчивают как-то ебанно. Ну, типа... Знаете, я такое не смотрю, но мне, типа, забавно, потому что... как-то необычно для меня, потому что я не интересуюсь вот этими... таким вот форматом юмора. И я когда смотрю эти постановки, я какую-то такую ловлю забавную атмосферку, что ли, от них.